Для того, чтобы исправить некоторые недостатки и указатели, в язык Z++ были введены ссылки. Ссылки, по сути, являются красиво вверхными доказателями. Они позволяют избежать использования операторов в дате адреса и разменования. Давайте рассмотрим использование ссылок на примере, который мы с вами уже встречали. Это функция swap, которая используется для обмена значений для двух переменных. То есть на входе передаются две переменные, и мы ожидаем, что эти две переменные поменяются своими значениями. В отличие от предыдущей реализации функции swap, которая принимала два указателя, данная реализация принимает две ссылки. Соответственно, если из типа мы хотели сделать указатель, то мы добавляли туда звездочку, а если мы из типа хотим сделать ссылку, то мы добавляем амперсант. Внутри этой функции мы работаем с переменными a и b, как будто это локальные переменные типа int. Но на самом деле работа происходит не с локальными переменными, а с переменными, на которые ссылаются переменные a и b. То есть надо понимать, что внутри ссылки на a и ссылки на b зашиты указатели. Просто синтаксически это выглядит, как будто бы мы работаем с локальными переменными. Синтаксически это выглядит красивее, потому что нам не приходится здесь использовать оператор звездочка, и код выглядит чище. Несмотря на то, что выглядит это как будто мы работаем с локальными переменными, все будет работать хорошо, и если мы вызовем функцию swap от двух переменных типа int, то действительно эти переменные там передаются по ссылке, и если мы выведем значение переменных после вызова функции swap, то переменные поменяются местами. Спасибо. 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 Спасибо.